Вы не стесняйтесь, звоните на горячую линию, все привезем, все сделаем. Пенсионерка Нина Стасишина встречает волонтеров, которые ей привезли лекарства. Сейчас она не выходит из дома, а социальный работник приходит не так часто. Ситуация почти безвыходная. Если бы недавно не заработала региональная телефонная линия для пожилых и маломобильных людей, которые из-за пандемии коронавируса сейчас находятся на самоизоляции. Особенно лекарства. Хлеб там ладно, можно перекусить, как говорится, с картошкой или чем. А лекарства, особенно давление, оно мне очень нужно. Жизнь просто необходима. Отрадно на душе то, что в такой тяжелый период можешь помогать пожилым гражданам и маломобильным людям. И, безусловно, очень важно, когда говорят обычное человеческое спасибо, очень отрадно на душе становится. Региональная горячая линия – это часть всероссийской акции «Мы вместе», благодаря которой десятки пожилых людей получают необходимую им помощь. До этого все звонки из Самарской области стекались на федеральную линию. И заявки порой не удавалось отрабатывать оперативно. Свой колл-центр появился и в Самаре. Его операторами стали студенты местных вузов. Всего на региональную линию уже пришло 400 звонков, а добровольцам передали более 60 заявок. Для помощи жителям области ранее был создан объединенный волонтерский центр. Сейчас в регионе уже насчитывается более 100 добровольцев. В рамках проекта «Мы вместе» мы в основном делаем три вещи. Мы помогаем людям пожилого возраста, которые находятся на самоизоляции, купить продукты, лекарства. И, если им необходимо, помочь оплатить услуги ЖКХ. Позвонить на региональную горячую линию можно по телефону, указанному на экране. Важно! Все добровольцы работают в одежде с символикой ресурсного центра, общественного народного фронта, либо движения «Волонтеры-медики». Сергей Кизуркин, Семен Безгенов, Константин Головин. События.